СТОКВАРТИРНЫЙ ДОМ Есть миф о том, что на улице Ренуар в Париже стоит брат-близнец нашего стоквартирного. Однако это не так. Ходят слухи, что Кречков подготовил три варианта здания. Иосиф Сталин сразу одобрил работу архитектора, но не уточнил, какой именно вариант ему понравился больше всего. Разумеется, никто не осмелился уточнить эту деталь. Именно поэтому стоквартирный дом в Новосибирске вобрал в себя лучшие решения из всех проектов. Правда это или городская легенда, сегодня никто не может сказать точно. Многие знают, что в этом доме вовсе не 100, а 110 квартир. Но кому были нужны детали, когда в городе это было первое здание такого масштаба? Квартиры изначально проектировались с помещениями для прислуги. Говорят, в этот дом в гости к Николаю Грицуку приходил Владимир Высоцкий. Чёртов камень. Если перейти дорогу, на территории современной детской клинической больницы можно увидеть непримечательный камень. Но с ним связано сразу несколько городских легенд. Известно, что в основании каждой новой церкви нужно заложить особый камень. Такой кусок гранита и везли для Новосибирского собора Александра Невского из Алтайской Колывани. Легенда гласит, что камень странным образом упал и задавил работника. Это расценили как дурной знак. К месту строительства храма камень везти не стали, а решили закопать прямо там, где он упал. По другой версии, лошадь, которая везла телегу с камнем, упала замертво, не довезя камень до места. Её заменили на другую, и та тоже погибла, так и не сумев доставить его. Камень бросили на это место, и со временем он врос в землю. Так или иначе, часть камня до сих пор можно увидеть справа от входа в больницу. Собор во имя Александра Невского. Одна из первых каменных построек на территории тогда ещё Новониколаевска. В 40-е годы в здании собора размещался проектный институт «Промстройпроект». В 1957 году в нём разместилась западно-сибирская студия кинохроники и находилась в здании вплоть до апреля 1984 года. В частности, здесь выпускался известный киножурнал «Сибирь на экране» и разные документальные фильмы. И лишь в 1988 году храм передали обратно церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok